Я, в общем-то, об этом говорил. Это моя новая иммуно-регуляторная теория старения. Использование иммуномотодиаторов, биодобак, трансфортатора, которые на мысль в течение трёх месяцев мы давали. Он, по адресским параметрам, практически все это улучшил, за исключением, только это иммуносимулятор, в том числе, кроме аутоиммунных процессов, который... Именно поэтому его нельзя использовать только у человека. Что имели и мои, в общем-то, другие отрицательные, так сказать, примеры. Но этот трансфортатор является смесью пептидов. Их можно разделить и получить целый ряд препаратов. Вот это вот интересное направление. И сколько мы ещё прожили? Мы их забили и для того, чтобы посмотреть все параметры в течение трёх или четырёх моментов. Поэтому просто смотреть длительность жизни, к сожалению, мы не смогли. А вот у человека мы тоже, естественно, на длительность жизни смотрите. Однако более-менее кратковременное воздействие чтение. Пару недель, а потом через два месяца, по-моему, мы смотрели. И через снижение гео-воздача на четыре года. Был поэкзистрирован за дверь, до четыре, за тридцать четыре месяца. Вот там был трафик, где зависимость смертности и вакансий, по-моему, от времени. От возраста. От возраста, что от времени для разных годов. Для отлука. Вот я так понимаю, что скоростью старения принято называть наклон к револю. Вот. Об этом будет специальный вообще мой доклад. Я думаю, что он будет на моей тексте, поскольку у него очень тейтно интересует часов на пруживом бою. Следующий специальный доказатель, сравнение разных методов строя, такие отностики. Это просто принятый термин. Наклон к револю – это скорость старения. Да, это скорость старения, естественно. А наклону там не надо? Потому что если лем будет постоянно, то старения не будут. Потому что старение – это изменение скорости. Она там пока издвигалась, то есть наклон остался постоянно. Мы, в общем-то, считаем и рассматриваем. То есть о каком, может быть, наклоне, когда кривая вот так вот изменяется. Поэтому лучше смотреть не общий наклон, а наклон в каждой точке. А это означает, значит, это самое. Нет, ну, по-моему, кривая предназначается, пока не говорить не о изменении скорости в старении, а о сдвиге в старении, то есть об отложке в старении. Мне так кажется, через криминологическую. Значит, мы долго с этим возились, плюс на счетки, вот я еще раз говорю, что я считаю, что лучше всего, и едва ли не единственное, что мы можем делать, мы можем смотреть разницу скорости старения для двух-трех лет, делим на два-три года, получаем практически ненавидную скорость старения. На самом деле, если в каждый год просто берем разницу. Это достаточно вместо комплексного вычислять, чем-то знает как, достаточно третьек класснику это знать. Это действительно соответствует скорости старения по определению, точный, резко более точный метод, и он показывает изменения в каждой точке. И вот это мы и видим резко. В по-моему, как другие три этих самых, они мало что показывают. Хотя, в общем-то, показывают. В других случаях, это все знаете. Спасибо.